О, Господи, друзья, как же мне смертельно надоело эта ужасная бессонница после обеда! Как она меня бесит! Я просил, ребят, сделайте, чтобы здесь можно было не просто лежать, а хотя бы покачиваться слегка, как в гамаке. Ну, повесили вот пару цепей и всё. Так нет же, не идут навстречу мне. А я не спайдермен, чтобы так раз и себе гамак сделать в любом месте. Ой, этот винегрет, надо было, конечно, его не есть. Наши блондинки, уже вам знакомые, могут гамак сделать из чего хочешь. Прямо сейчас, в следующем сюжете, они вам это покажут. А я пока пойду, может, всё-таки засну, не знаю. Как-то после обеда вот что ни делаю, ни спится и всё. Безобразие. О, Господи. Свет, выключите, пожалуйста, ребят. Как-никак, три часа дня, а у них свет горит, как будто день вообще. Спасибо. Постоянные зрители программы «Галилео» уже хорошо знакомы с этими очаровательными девушками. Алена и Ольга – самые настоящие умные блондинки. Дачный сезон наших героинь продолжается. Свои бытовые эксперименты блондинки проводят в загородном коттедже, предоставленном программой «Галилео». Здесь девушки уже защищались от комаров, жарили яйца на утюге и пытались сохранить продукты без холодильника. Сегодня к Алене и Ольге вновь присоединяется сосед по даче Александр. Ну что, отдыхаем на природе? Да, только не посидеть, не полежать. Ну ты что, мы же блондинки умные. Сейчас что-нибудь придумаем. На этот раз задача наших героев – с комфортом отдохнуть. Правда, для начала придётся сделать настоящий гамак. Естественно, своими руками. Проверим, что придумают наши умные блондинки, чтобы обставить Александра и доказать всем, что с интеллектом у светловолосых девушек всё в порядке. Так, что тут у нас есть? О! Верёвка. Как раз подойдёт. Алена решила проблему с гамаком в считанные секунды. Она направляется к двум рядом стоящим деревьям. Между стволами Алена привязывает две верёвки и проверяет, чтобы они немного провисали. Это каркас будущего гамака. На этом его создание не заканчивается. Оля, можно я возьму твою кофту? Можно. Я её, по-моему, на кне оставила. На верху, да? Девушке нужна ткань, чтобы сделать из неё лежанку. Вот мы где. Умная блондинка позаимствовала у Ольги её толстовку с длинными рукавами. Алена привязывает рукава и полы одёжки к верёвкам. Неплохой гамак получился. Мы засчитываем этот способ и отдаём умной блондинке два заслуженных балла. Во-первых, гамак закреплён. А во-вторых, он легко выдерживает вес среднестатистического дачника. Да разве это гамак? Скорее, стул на верёвках. Александр изобретать велосипед не стал. Он собирается сделать традиционный гамак из волейбольной сетки. Так, нужны палки. Лыжные подойдут. Железные лыжные палки Саша продевает сквозь петли сетки с двух сторон. Только так гамак выдержит вес человека. Получившаяся конструкция уже похожа на привычный гамак. Осталось только закрепить сетку на деревьях. Тут уже мудрить не надо. Александр привязывает конструкцию к стволам обычной верёвкой. Ого! О! Ничего себе! Так удобно! Способ прошёл проверку. Волейбольная сеть отлично держит вес. А железные лыжные палки не позволяют гамаку перекручиваться. За своё умение мастерить практичную дачную мебель из старых и ненужных предметов Александр получает два балла. Оля решила пойти нестандартным путём. Из кладовки девушка достаёт пустой пластиковый мешок и деревянную доску. Это ещё зачем? Соперники с неподдельным интересом наблюдают за действиями Ольги. Мне нужен ножниц свой. Держи, есть резак. Спасибо. Блондинка затягивает верхушку мешка, затем разрезает его вдоль, оставляя от дна примерно 30 сантиметров. И засовывает внутрь деревянную доску. Что же это такое получилось? Довольно странная конструкция. Не поможете? Вот, получилось висящее кресло. Вот сюда можно садиться. Давай попробуем. Попробуй. С Олей сложно не согласиться. Кресло из мешка действительно выглядит многообещающе. Интересно, как оценит конструкцию Александр? Так, вроде неплохо. Мало того, что идея Ольги с треском провалилась. Шаткая конструкция чуть не покалечила нашего дачника. Блондинка расстроена. Но, кажется, Саша нисколько не обижен. Сам виноват. Плохо привязал мешок к дереву. Из-за падения гамака, который соорудила Оля, блондинка лишается половины баллов. Но сама идея навесного кресла из мешка нам понравилась. Так что девушка всё же получает одно очко. Алёна решила во что бы то ни стало победить в сегодняшней схватке. Чтобы соорудить ещё один гамак, девушка обыскала все потаённые места на даче в поисках молотка и гвоздей. А, одеяло! Судя по набору предметов, блондинка собралась прибивать одеяло к деревьям гвоздями. Невероятно! Девушка и впрямь приколачивает ткань к стволам деревьев. Блондинка в ударе. Ты же так все деревья попортишь. К тому же одеяло весь человек вряд ли выдержит. Ольга и Саша с иронией наблюдают, как девушка снуёт между деревьями, пытаясь ровно прибить одеяло. У меня получился самый красивый и самый удобный гамак, я уверена. Но надо проверить. Смеваюсь, что он выдержит. Алёна силой надавливает рукой на середину гамака и... Ткань с треском рвётся. Ничего себе! Я так и думал. Вот одеяло дурацкое! А так гамак получился отличный. Неподходящая ткань. Слишком тонкая. Чтобы одеяло держалось крепко и не рвалось, подойдёт гобелен и длинные гвозди с широкими шляпками. Способ Алёны Галилео, увы, засчитать не может. Этот раунд девушка проигрывает, не заработав ни одного очка. Во-первых, гамак не выдержал. А во-вторых, способ слишком жестокий по отношению к дачной флоре. Умная блондинка Ольга, кажется, уже нашла почти готовый гамак. Бельё, которое висит на верёвках на улице, девушка решила просушить по своей методике. Коля перебрасывает простынь с одной верёвки на другую. Узкие стороны она надёжно сцепляет с верёвками степлеров. Всё, готово. Я думаю, у меня получилось. Чтобы убедиться в том, что простынь не рвётся, Коля решила опробовать своё изобретение первой. Удобно? Очень удобно. Так, вставай, я проверю. Девушки с энтузиазмом принялись тестировать конструкцию. Как ни странно, но она выдержала. Кажется, конструкция надёжна. Галилео засчитывает этот способ. Ольга получает заслуженные два балла. Гамак висит. И висит довольно прочно. Наш герой придумал ещё один способ. Для этого ему потребуется куча старой одежды и большой мешок. Александр уверен, на даче не бывает ненужных вещей. Вот и эти, побитые молью одеяло и подушки, тоже пригодятся. Всего-то нужно поплотнее набить ими мешки. Присаживайтесь, дамы. Это не считается. Это не гамак. Блондинки явно обижены. Способ Александра, по их мнению, не соответствует заданию. Хотя кресла из мешков гораздо удобнее гамака. Их можно перетаскивать куда угодно. Никто и не говорил, что нельзя сделать кресло. Вообще-то девушки правы. Галилео ставило задачу сделать гамак, то есть подвесную конструкцию. За отступление от правил мы лишаем Александра половины баллов. Но одну очко мужчина всё же зарабатывает за умение находить применение старым вещам. Самое время подводить итоги. Сделать оригинальный гамак из толстовки удалось Алёне. А вот способ с гвоздями и покрывалом потерпел фиаско. Оля за своё поистине дизайнерское решение с подвесным мешком, увы, получает всего один балл. Зато идея с простынёй принесла результаты. Александр, разумно применяющий старые вещи и инвентарь, за гамак, сделанный из сетки, получил два балла. Но его идея с мешками, хоть и была удачной, не соответствовала заданию. По итогам соревнования сегодня победу делят умная блондинка Ольга и её сосед по даче Александр. А вот проигрывает в сегодняшней битве, увы, Алёна. В следующей серии героям придётся справляться с очередной невыполнимой задачей. Посмотрим, возьмёт ли женская логика вверх над мужской практичностью. Ну, хоть что-то изобрели не китайцы. А, гамак, оказывается, был изобретён южноамериканскими индейцами задолго до открытия, ну, собственно, нового света испанцами. Галилей!